Брестский областной центр Олимпийского резерва «Виктория» – излюбленное место для проведения турниров по мини-футболу. В этот раз залы комплекса принимают представители МВД. Торжественное открытие на главной арене спорткомплекса. Во-первых, соревнования нам показывают, что наши милиционеры сильны не только на службе, но и в спорте. Здесь они демонстрируют не только желание победить, а также здесь проявляются такие качества, как сплоченность, дисциплина, порядочность и, что немаловажно, дружба. Первая цель нашего мероприятия, это основная цель, это отбор наиболее лучших игроков в системе Министерства внутренних дел, которые потом будут представлять ведомство на чемпионате бывшего «Динамо» среди всех правоохранительных силовых структур Республики Беларусь. Соответственно, это основная задача. Ну и параллельно, естественно, у нас здесь собираются друзья, сплочаются коллективы и так далее и тому подобное. Поэтому соревнования традиционные у нас, ежегодные, и люди с удовольствием приезжают на чемпионат немножко развеяться от своих трудовых будней и поиграть в любимую игру в мини-футбол. Среди участников 12 сборных команд, представляющих управление внутренних дел, областных исполнительных комитетов, ведомственных учреждений образования и департаментов МВД внутренних войск. Все команды к данным соревнованиям готовятся усердно, не один день. Представители всех команд имеют очень хорошую физическую и тактическую форму. Мне знакомы многие участники соревнований. Есть ребята, которые представляют даже чемпионат Беларуси по мини-футболу. Так что конкуренция будет очень серьезная. В Бресте не первый раз. В 2019 году приехал и также принимал участие в соревнованиях МВД Республики Беларусь по мини-футболу. С этого начался карьерный путь. И теперь ежегодно приезжаем сюда уже третий год подряд. На прошлой неделе проходил турнир международный в памяти защитников Брестского вокзала. Поэтому в Брест приезжаю с удовольствием, с радостью. Для меня это знаковый город как в историческом, культурном плане, так и в футбольном. Игры проходят одновременно в двух залах. Соревнования идут по круговой системе, где каждая сборная сыграет с 11 другими. После чего по результатам матчей пройдут четырехфинальные, полуфинальные и финальные игры.